здравствуйте мои дорогие друзья сегодня будем делать два блюда и рыба кита к пиву с перчиком красивую подкапчивать и будем и рыбку тоже кита только всемужного посола что делаем разделом аккуратно по хребту одну половинку пока эта половина нам нужна хребет удаляем аккуратненько срезаем его он нам не нужен в этом блюде это мы оставляем или пожарить или на уху срезаем плавник спиной тоже аккуратненько тоже жарить уха срезаем плавник задний вместе с брюшным полбеком это все у нас уйдет супы и уха срезаем брюшные кости аккуратно не торопясь то больше мяса осталось тоже к нам на уху убираем передний плавник так это у нас тушку подготовили и вторую половинку дальше что мы делаем эту рыбку берем по диагонали до шкуры надрезаем расстояние между прорезами буквально сантиметра 3-4 главное шкуру не прорезать теперь то же самое только в другом порядке ну все эту тушку мы подготовили и вторую точно так же все вот такая вот красота у нас получается сейчас пока отставим это теперь будем делать нашу рыбку для симужба посола я ее уже разделил по хребту пополам все наша рыбка для посолки уже готова разделом ее на кусочки небольшие буквально сантиметров по десять для симужба посола надо солить для начала на шкуре так как в шкуре много жира содержится под шкурой вот наши кусочки готовы для засолки делаем посолочную смесь для нашей рыбки красивой с перцем вкусной к пиву берем 6 столовых ложек соли крупной и 50 процентов сахара 3 столовые ложки сахара добавляем сюда буквально пол столовой ложки красного перца размешиваем эту смесь посолочную нашу хорошенько берем емкость для засола нашей рыбки этой смесью насыпаем в контейнерах этого подноса слегка немного ложим нашу рыбку также присыпаем солью с сахаром смесью нашей дело растираем хорошенько и оставляем солиться при комнатной температуре на 4 часа готовим посолочную смесь для засолки нашей рыбки симужба посола смесь перцев немножко буквально там грамма 2-3 можно обыкновенный перец использовать уже готовый но в ступке толочь, в ступке на который намного ароматнее посыпаем в нашу емкость для сольной смеси насыпаем 8 столовых ложек соли крупной и 4 столовые ложки сахара все это перемешиваем вкусная соль с перцем и самый главный рейдент сюда добавляется 50 мл водки или самогона или коньяка все это перемешиваем ну и солим нашу рыбку берем наши кусочки прямо обмакиваем их туда со всех сторон и укладываем в контейнер все уложили ставим гнет у меня вот такая вот ситочка есть это комплект ставим сюда и оставлю сверху ступку и убираем в холодильник на сутки встретимся после засолки продолжаем делать нашу вкусную рыбу киту к пиву солилась она на 4 часа после этого я слил всю эту варичку здесь лишнюю промокнул салфетками ее мясо плотно у нее стало сахар дает плотность мясу и подготавливаем рыбу к вялке а потом к копчению вот такая вот красота получается как это делается берется зубочистка переворачивается рыбка протыкается зубочисткой предварительно можно подрезать потому что зубочистки шкура плотная может не проткнуть берем ниточку и на несколько раз обвязываем берем вторую зубочистку также протыкаем по низу уже аккуратненько и также обвязываем ниточкой придаем форму красивую вот что у нас получается вешаем сушильный вялочный шкаф и сушим вялем подготовим уже к копчению ну вот прошли сутки мы рыбку солим всему что посолу смотрим что у нас там получилось вот смотрите какая красота такие кусочки мясо плотное сейчас что делаем убираем лишнюю соль провакиваем салфетками лишней влаги можно слить эту всю водичку и вот этим заниматься и берем нашу рыбку снимаем со шкуры кусочками оставаться нас кем нас кем Ну вот мы отделили нашу рыбку от шкуры, мясо плотное, воды, смотрите, почти нет воды, можно сказать сухая. Начинаем укладывать в контейнер нашу рыбку кусочками. Слой положили, берем лавровый лист один и ложим сюда, также снова дальше укладываем. Опять слой уложили, лавровый лист, снова укладываем. Все уложили плотненько, берем подсолнечное масло без запаха, ну можно запахом, кому нравится запахом, я использую без запаха. И заливаем нашу рыбку слегка, еще чуть-чуть. Закрываем контейнер и убираем еще на сутки в холодильник. Продолжаем делать нашу вкусную рыбку без киды, в пиво с перчиком. Сейчас мы ее подвяли, буквально в течение полутора часов и будем коптить в холодном копчении. Там еще много всякой разной рыбки висит, у нас интересует именно рыбка ромб, как я ее называю. Наша рыбка подвялилась, теперь загружаем ее в электростатическую камеру москит и будем коптить холодным копчением. Коптить я буду на ольхе, 50% ольхи и 50% вишни, дровишки вишни, в течение полутора часов, с момента подачи дыма в камеру. Ну вот и готова наша красная рыбка с перцем к пиву, красивая. Я ее называю ромб. Теперь можно взять зубочистки, убрать, ниточки убрать. И она вот такая вот становится, она не теряет своей формы. Будем пробовать. Берем один ромбик, отрезаем. Под пиво, само то. Очень вкусная рыба, мало соленая. Хорошо прокопченная. Запах обалденный. Вкусно. Сказать больше нечего. Ел бы и ел бы. Но у нас еще второе блюдо. Те, кто не любит копчености, или кому нельзя копчености. Есть блюдо без копчености. Это китайцы мужного посола. Как ее надо есть. Берем черный хлебушек. Берем одну, ломтик, китинки нашей. Сверху ложим лучок. И кушаем. Или закусываем. Даже те, кто не любит рыбу, когда попробуют вот эту рыбу, они будут только ее есть. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Будьте здоровы. До скорых встреч.